Никогда в своей жизни я не думал, что мне придется дать эту новость о том, что убит Борис Немцов в Москве. Я не знаю, мне правда сложно вести эту программу, потому что для меня это близкий друг. Мы знакомы с самого первого дня, когда я приехал работать в Москву. Это был 92-й год. Это очень храбрый человек, отважный человек, чистый человек, честный человек. За это он и погиб. Если мы начали сегодня программу с того, что надо срочно Путину освободить Савченко, потому что больше он не сможет смотреть никому в мире в глаза, то мне кажется, это есть некий ответ асимметричный. Убийство Немцова. Я совершенно не сомневаюсь, что он убит сознательно, не боюсь это сказать. 1 марта в Москве планировался и планируется марш несогласных с политикой Кремля. Очень яркий человек, очень яркий лидер. Я не знаю, что сказать, правда. Я просто в жизни даже себе представить не мог, что мне придется дать эту новость. Вы меня извините, я уже даже почти не буду слушать то, что происходит в студии. Просто в таких ситуациях было бы лучше взять и программу прервать. Это правда. Потому что мне это... Просто я не знаю, мне плакать хочется, а не говорить, честно. Это трагедия. Мы сидели в этой студии с Борисом Немцовым. Сколько это было? Четыре месяца назад. И мы здесь обсуждали, что, наверное, один из немногих шансов для Украины – это изменение ситуации внутри самой России. И Немцов был одним из возможных катализаторов этого изменения внутри России. И без него это будет сделать намного тяжелее. И таких катализаторов, к сожалению, становится все меньше и меньше. Ходорковский вне России, Навальный под арестом. А сейчас Немцов. Это трагедия. Это трагедия. Я не знаю, я не очень в состоянии, честно говоря, говорить сейчас на любые другие темы, потому что мне сложно. Я бы хотел... Я не знаю, вы меня поймете или продолжим. Если вы его близко знали, может быть, мы его расскажете о том, как он был человеком. Ну, Борис Немцов был человеком... Понимаете, он с момента, когда он стал губернатором Нижегородской области, потом он же стал, в общем-то, как тогда говорили, преемником Ельцина, потому что Ельцин его назначил вице-премьером, да, он курировал топливно-энергетический комплекс, и, в принципе, Ельцин всюду с собой его брал. Он был... Казалось логично, да, что вот Ельцина, преемник, должен стать такой же человек. Вот Немцов, да, либеральный человек, человек-примерженец, приверженность открытой экономики, открытого общества, да. Ну, потом другие течения начались. ФСБ начало там влиять больше, и, в принципе, в итоге в окружении Ельцина вот выбрали... Выбрали такого, как Владимир Путин, но если говорить о Немцове, вот он государственный муж, да, у него есть видение, у него есть понимание, то есть и экономических процессов, и социальных процессов, и внешнеполитических процессов. Это реальный политический лидер, у которого есть по-настоящему, ну, я не знаю, сколько там процентов людей, да, но они готовы были бы за него голосовать при честных выборах. Конечно, он совершал ошибки в своей жизни политические, да, он, скажем, вся эта история, которая была в 2003 году с выборами, с Чубайсом, с Ириной Хакамадой, вот все эти самолеты, полеты, да, партия среднего класса, было слишком рано для такой партии. Не было еще тех избирателей, которые могли голосовать за партию, которая поддерживает, в общем-то, честных, богатых людей. Вот, да, их просто не было. Да, они, они тогда, это было, но он совершал такие ошибки, я даже не знаю, о чем говорить, он просто был очень хороший парень. Да, с ним было приятно разговаривать. А вы представляете, если бы преемником Ельцина стал не Путин, а Немцов? Вот вы представляете, насколько важно было то решение? Насколько вот роль личности могла поменять историю, ну, не только... Если бы Немцов стал президентом России, я не знаю, что было бы с Россией, но Украина бы процветала, потому что не было бы никаких конфликтов, было бы все открыто, понятно, да, никто бы никого не ущемлял, никто бы играл на газе, никто бы не играл на всяких этих эфемерных защитах русскоязычного населения, там, где-нибудь в Донбассе или в Крыму. Этого никогда не было. Это был ваш близкий товарищ и близкий товарищ и великий друг Украины. Я, правда, думаю, что нет смысла нам сейчас продолжать наши экономические дискуссии. В принципе, все темы окреслены и понимание есть. Да, я хотел... Я просто не хочу, правда, я сейчас... Давайте, правда, давайте минутой молчания. И у Данила будет возможность еще говорить на эти темы. Итак, мы с вами поговорим. Спасибо. До следующей пятницы. Спасибо. Спасибо.